В здании Центрального районного суда только что закончилось второе заседание по делу Александра Руденко. Суд выслушал показания четырех новых свидетелей. Это сотрудник ГИБДД, два очевидца происшествия и гражданская жена самого обвиняемого Наталья Руденко. Журналистов в зал судебного заседания пустили, операторов нет, но поэтому у нас была возможность послушать, что там говорили. Допрошенные очевидцы ДТП подтвердили, что автомобиль БМВ в октябре дважды проехал на красный сигнал светофора со скоростью выше 100 км в час. Показания, приведенные доказательства, подтвердили, что перед аварией Руденко и его гражданская жена выпивали в ресторане. Один из очевидцев происшествия рассказал суду, что Руденко, цитата, «закусился с ехавшим рядом с Субару». Это, как выяснилось, означает, что, возможно, обвиняемый пытался устроить состязание в скорости с другими участниками движения. Гражданская жена Руденко, которая во время аварии сидела на пассажирском месте БМВ, на процессе принесла извинения пострадавшим. Мы искренне раскаиваемся в том, что мы сделали. Я понимаю, что нет нам прощения. Простите ради Бога. Мы молимся о вас и будем продолжать молиться. На этом процессе заявили еще один гражданский иск от отца Сергея Федько, водителя пострадавшего автомобиля. У него в аварии погибла дочь, сам он наполовину парализован. Общая сумма иска – 8 миллионов рублей. Напоминаю, что на первом заседании уже было заявлено 4 иска на общую сумму 43 миллиона рублей. Психиатрическая экспертиза заключила Александра Руденко полностью вменяем. Основываясь в том числе и на этом факте, суд постановил продлить заключение еще на полгода. Следующее заседание уже 9 апреля. Андрей Дреяр, Николай Шилко. Наши новости.